Здравствуйте, уважаемые друзья! Как я и говорила, с 15 июля начинают снимать ограничения для туристов. Вчера премьер Мишустин встретился с генеральным директором компании Аэрофлот. И генеральный директор компании Аэрофлот сообщил премьеру, что необходимо начать снимать ограничения, иначе конкуренты заберут у них бизнес этим летом. По результатам было принято решение, что теперь для туристов, прибывающих в Россию за границей, отменяется 14-дневный карантин. Но зато вводится новое требование. Туристы, прибывающие в Россию за границей, должны предоставить справку об отрицательном тесте на COVID-19, который был сделан за три дня до путешествия. Я не знаю насчет принимающих сторон. То есть, если вы, допустим, едете за границу, будут ли от вас требовать такую же меру, будет ли к вам применяться такая же мера. Но однозначно можно сказать, что эта мера абсолютно незаконная. Такая же разводка, как маски и перчатки. Ни один гражданин не может быть против его воли подвергнуть медицинской процедуре. А тест на COVID-19 – это именно медицинская процедура. И есть еще такая опасность. Если вдруг этот тест окажется положительным, а он очень часто оказывается положительным, потому что этот ПЦР-тест, я вам уже рассказывала, он определяет не вирус, а некий генетический материал, который есть у многих людей. И поэтому так много положительных результатов. Так вот, представьте, у вас этот тест оказывается положительным. Вас не впускают в ту страну, в которую вы хотите поехать. Например, да, и осенью ситуация начинает развиваться по сценарию худшего случая. Дональд Трамп не побеждает на американских, вот этих президентских выборах. И тогда есть вероятность, что этот тест, что нам опять закрутят гайки, и вот этот тест с положительным результатом будут использовать для того, чтобы вас прессовать и склонять вас к вакцинации. А также ваши близкие контакты, то есть членов вашей семьи. Поэтому, конечно же, такой тест ни в коем случае не нужно делать. Какие к вам могут быть применены санкции? Ну что, вас не выпустят из аэропорта, не выпустят из самолета, не пропустят через паспортный контроль. Но даже, допустим, вам будут чинить какие-то препятствия. Ну, нужно добиваться, нужно требовать. Так же, как вот требовали люди, чтобы их без масок обслуживали в магазинах или без спецпропусков пускали в метро. Это то же самое. Насчет заграницы. Вот сейчас уже открыты несколько направлений для российских туристов. И это Турция, Мексика, Куба, Доминиканская республика, Мальдивы и еще несколько стран. Вот смотрите, допустим, вы прилетаете в Турцию, да, и у вас нет справки об отрицательном тесте на COVID-19. Ну что, турки дураки, что ли? Они вас не выпустят из самолета? Они откажутся от денег, которые вы привозите им как туристы. Для Турции туризм – это существенный сектор экономики. Я сомневаюсь, что за границей будут какие-то препятствия, особенно вот в таких вот туристических странах. Поэтому, друзья, спокойно пакуйте чемоданы и едьте отдыхать. Спасибо, что смотрите. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok